Сейчас мы находимся в Трудовске, просто на саду Донецка, очень близко к фронтной линии Республики Донецкой и Украины-контрольных территорий. Донецка, это капитал Республики Донецкой, это одна из двух садов, которые уничтожили из Украины в 2014. И мы здесь сегодня, чтобы показать вам этот бомб-шелтер, где люди живут во время этой войны. Мы здесь много раз, я делал несколько сообщений в последние 8 лет, но мы будем видеть, кто еще здесь, и что ситуация. И это все, как мы всегда делаем. Поэтому, пожалуйста, лайк этот видео, share это в социальных сетях, и давайте показать мир вместе. Вот мы. Донецка, мы к вам в гости. Поздравляем. Машинка у нас поломанная, полетела. Вот у нас туалет и два. О, горячий ватер есть, да? Да, да, купаемся мы, да. Нушеваем есть, вон, поснимайте. Вот есть даже это, вот, два туалета у нас. Ну, это душевый подвал, да? Да, это, дай Бог, людям, люди нам сделали, хоть, вот, представьте, хоть, ну, как можно, не купа нам. Так что у нас тут все хорошо. Дай Бог, людям, люди нам помогли, сделали все, вот это все они сделали. Покрасили все, туалеты сделали, дужу сделали, дай Бог им здоровья. А что в этих бочках? Вода, мы же набираем воду, вот эту воду набираем, и в боли, это идет вода, она врывается, и мы там купаемся. Набираем воды, две бочки, моем посуду, купаемся, стираем. И кто это финансирует, это? А? Финансирует кто это? Кто вам помог, это все? А, я не знаю, я уже не помню, ну, помогли. Бочка, это одна была, а это, вторую нам помогли, вот это люди, помогли. Ну, это, дневной свет у нас был, позгорел полностью, дневной лампочки не горит, так что у нас... Расскажите, где мы находимся? Бомбоубежище, бомбоубежище, трудовская, шахта трудовская. Это находится в городе? В городе Донецке, да? Да, в городе Донецке, мы же уже, знаете, уже... Ну, вас до передовой здесь сколько? Рядом, ну, до передовой? Да, ну, не... Сколько, ну, не знаю. Недалеко. Недалеко. Так что рядом там. Как сейчас обстановка? Часто стреляют здесь? Сейчас трошки зачище. Сейчас зачище, зачище. Ну, то, что мы в середине, то, что холодно, не выходим, так что... Ну, стреляют, конечно, не до такой степени, но стреляют. Бывает, что это. Бывает, так что... Света, иди сюда. Так что бывает. Мы уже восьмой год. Иди поговорим, Света. Восьмой год здесь сидим. А кто это? Ну, ну, видишь, кто это? Тебе закаратится. И вас спать здесь, да? Мы спим тут, да. Вот я тут спим. Почему? Потому что домой не ходим, потому что страшно. У меня, например, длинный Балган, там на 12 семей. И там только две семьи живут. И там опасно, да? Да. Почему? Потому что стреляют с собой, там же ненадолго. Ага, кто стреляет? Как кто стреляет? Ну, кто? Ну, кто? Кто? Украина, кто стреляет. Ага. И как вы думаете, почему они стреляют на твои лица? Не на улицу, а не на весь поселок там обстрел. Да? Почему они сделали это? Ну, а мы-то куда-то знаем почему. Что у них в голове. Мы, например, в мире уже хотим, чтобы уже дети в школу ходили. Чтобы мы уже нормально ходили. Чтобы люди уже по домам уже пошли. Чтобы все нормально было. Когда она уже это кончится, мы неизвестно. Уже, представьте, восьмой год тут оживем. Уже, конечно, хочется уже выйти отсюда. Летом тепло. Зимой, конечно, холодно. Сидишь вот. Даже в одежде мы спим. Ну, это ж не дело. И здоровье такое. То, так, то, так оно. Все на таблетках живем. Так что, не то слово. Конечно, мы уже мир хочем уже. Восьмой год мы уже хочем мир. Уже дети в школу ходили. Мы вот тут одни пенсионеры. Тут одни пенсионеры. Вот я дожила до такого, чтобы... Вот два дежды. Ага. И что будет дальше? А что дальше будет? Дальше будет лучше. Мы надеемся на лучшее. На мир. А что, на лучшее надо надеяться? Ну, вот сейчас проходят переговоры на разных международных площадках между Россией и США. Вот как вы думаете, они могут привести к улучшению этой ситуации? Ну, мы думаем, может наладится дело. Ну, можно договориться о чем-то. Но не может быть, чтобы не договорились. Вы же можно договориться о чем-то. Ну, сколько можно вот так? Идти и бояться. А вчера были переговоры по поводу... Да, мы есть материя. Ну, я вам раз говорю, что вчера Совет Безопасности ООН проводил совещание на тему того, что якобы присутствует российская агрессия по отношению к Украине. Как вы думаете, насколько это правда, неправда, обоснованно, необоснованно? Вот ваше личное мнение, и насколько вообще стоит этим заниматься? Да, Россия никогда первая не будет. И я тоже думаю, что Россия первая никогда не пойдет. Не пойдет никогда. Не допустит. Представьте, восьмой год, и вот это что, вот это допустят, чтобы на нас вот это ишло войной. И так война идет. А то что, не допустят. Они не дадут, представьте, сколько людей погибнет. И так детей сколько погибло. Людей, домов поразрушено. Ну, вы считаете, в этом всем кто виноват? В Украине. Ну, а кто? Ну, в Украине кто этим... Кто это затеял, тот и виноват. Мы не думали, что они и раз, бац, и захватят нас тут, трудовскую захватят. В один прекрасный момент. За каких-то пять минут они уже захватили. С Маринку. С Маринку. И людей сколько погибло. Там людей погибло. Вообще. На молокозавозе, чьи-то. Да, да. Там людей сколько. И шинные молокозавозы. Все, там полностью, сколько людей погибло. Да там вообще, по телевидению. А детей сколько погибло? А людей, а домов, сука, поразрушено. И шо, они предоставят шо-то. Это неизвестно, когда... Людмила, а скажите, а вот сколько сейчас живет людей здесь? Девять. Девять человек. Девять. Все тут местные. Так что мы дружно живем. Ну, мы надеемся на лучшее. Уже надеемся. Это, представьте, война так не шла, как сейчас идет восьмой год. Ну, когда это было такое? А кто эти девять человек, которые здесь живут? Ну, кто на работе. Вот женщина, вот эта женщина тут на работе. Один ушел до своей, ну, как она, в гости пошел. Славик уехал с этими, за лекарством. Женщина тут лежит, нет, не поднимается. Вот и девять человек, значит. И вот. Руслан, вот это, тоже на работе. Ну, девять человек у нас. И как долго вас был здесь? Мы... Насколько вы здесь долго? Здесь? Мы с четырнадцатого года здесь. С четырнадцатого года. Ох. Тут было в четырнадцатом году 300 человек. Кто на полу, кто на чем, ну, кто на чем спал. Тут пройти не было. Вот даже, не представляете, везде спали. Вообще не было тут. Ну, вся труд... Ну, вся труд... Трудовская полностью сюда и шла, потому что некуда было идти. Некуда. Прятались. Ну, осталось то, что некуда. Некуда мне. Например, мне некуда идти. Ну, спросите, а как вас зовут? Напомните, пожалуйста. А мне Галина. А, Галина, а вы помните тот день, когда вы сюда впервые попали в эту бомбу-бежность? Как это произошло? Ну, мы на улице там сидели с женщинами. А потом как начали тарахтеть, мы не поняли, что тогда грады были. Думаю, вот вы возле нас. Мы попросали все из камеечки, начали сидеть и текать. А потом встала сюда на ночь ходить. Днем не ходила, днем как-то не так. А на ночь ходила сюда. Несколько там, ну, может, смерть исходила. А потом... А ваш дом отсюда далеко? Нет. Нет, шахта, вот, шахта, за шахтой, за забором. Бесовский поселок называется. Бараки называется, бараки. Там 12 семей. И попала вот тот барак с одной стороны там. И это мы скорее сюда. А где ваши родственники? Ну, внучка моя в Ставрополь уехали. В Ставрополь. А дочка вот живет недалеко, в этажах. Одна комната и квартира. А вам паспорта ДНР уже дали? Нет, мы еще не получили. Кто получил, кто не получил. Кто получил, еще не все получили. А в чем сложность? А? А сейчас надо долго стоять на очереди. Надо год, полтора года стоять, чтобы дали паспорт этот. Записаться надо долго ждать. Ну, вы хотели получить официальное гражданство ДНР, гражданство России? Конечно, мы получим. Конечно, мы хотим уже, чтобы нас куда-то присоединили. Мы сейчас никуда не присоединяем. Где, куда нас присоединят? Мы сейчас нигде, ни там, ни тут. Мы вот числимся вот. Это спасибо Путину, что хоть пенсию платит. Вот осталось. Украинские, ну, получаем, как туда добраться, до Украинской. А скажите, вот, ваше мнение, что должно произойти для того, чтобы война закончилась? Как вы считаете? Ну, чтобы договорились там, чтобы, не знаю, где что. Кто с кем должен договориться? Украина с Россией, с нашей. С Путиным договориться надо. Ну, конечно, надо же уже медские договоры заключить о чем-то. Чтобы уже договорность была. Это же уже не дело, сколько это. Сколько же мы тут будем уже сидеть. Тут ребенок идет, и другой раз вот... Вот же, неожиданно, неожиданно, раз, бац, и как-то дадут. Но это же не дело. Постреляют. Минут 15. Мы как, обстреляем? Кстати, вот будьте старые, как часто вообще вы слышите здесь обстрелы? Вот в крайнее время, вот чаще же стрелять стали? Ну, вот сейчас в это вот, сколько, смесят, да? Сейчас реже. Реже же, когда не казалось. А то было и днем... Но стрелы все равно происходят. Происходят, да? Ну, происходит, бывает. А в какое время стреляют? Ой. Когда как? Когда утром, когда нутри? Когда утром, когда идешь в 10 утра? Или... А когда как? Неожиданно. А вот идешь, а вот как зашли... Не знаешь, куда... Мы не знаем. Мы отойдем и не знаем, с какой стороны... Куда и бежать, и куда... Не знаю. Я как пойду туда, до дуточки, я туда иду, и... Мою ходьбу не стреляют. А я не стреляю. Пока дойду. Душа в пятку. Ну, тут же, видите, как говорят, я сейчас скажу. Тут же люди... Мы вот живем уже в 8-м год, и люди думают, что мы тут не живем. Куда-то выехали. А мы как жили, так и живем. Есть не знают, что мы тут живем. Есть не знают, что живем. А мы жили... Вот в 8-м год уже живем тут. А куда нам... Куда нам идти? Ну, куда нам идти? Я, например, вот живу под городком. Я домой боюсь... Самая точка такая. Я домой боюсь ходить. А дом ваш целый или разрушен? Тоже стекла повылетали, крыша там... Да, полу... Вот идешь и обрываешь... Слезами. А так вот, то там, то крыша течет... Пробили... Это хорошо, у нас парень есть. Я его беру, прошу, чтобы меня довел. Хоть туда. А сама боюсь идти. Ну, дай бог людям, чтобы услышали нас, как мы тут живем. Может, закончится это. Дай бог, чтобы уже... Этот год уже хотя бы закончился. А как вы... Ну, вот питание у вас там, вода... Вода есть у нас, вода у нас, туалет. Да, питаемся у каждого свои печки. У нас получше. У нас печки есть свои. Есть обогреватели, есть дуйки, греемся. Ну, конечно, ну, это ж не дело. Ну, нагреемся чуть-чуть. Под одеялами, вот в одежде спим, конечно. Холодно тут, конечно. Но уже привыкли. А что делать? Ну, куда? Даже другой раз на улицу. Другой раз... И другой раз это сейчас холодно. А летом? Побудешь и тикаешь. Вон, лавочка есть на улице. Иди, тикаешь, боишься. Вон, они тоже в другой раз попадали. Пульки летали. Она ж не делала. А как вы здесь тут все вместе уживайтесь? Вы же все разные неродственники. Да, ничего. Уживаю. Привыкли. Ну, а кушать, а готовим мы каждый себе. Да, каждый себе. А вот эта женщина, которой вы говорите лежит, она болеет, да? Да, не поднимается. Парализована она? Ну, не поднимается у нее ноги опухшие. Рука у нее была ударена, в гипсу была, она сняла гипс. Она не работает. Ну, если будете, должен же мужчина подойти, она должна подойти. Вот он, пусть расскажет. Не поднимается ноги у нее, налились или что, не знаю, я не знаю. Она молодая, ей 55, нет, еще 56, она молодая. Вы помогаете ей? Ну, у нее есть же сожитель. А так, вот, мне он сказал, смотри, я смотрю, досмотрю, чтобы она не упала. Она в другой раз сунется и падает. У нее приступы бывают. У нее. Другой раз ничего, другой раз, три раза надеть. Пилипсия в нее. Пилипсия. Это что же? Это хорошо, дай бог ему здоровья, что он еще терпит ее. А так он вообще, ну, сожительница. Он в общежитии живет на жоплощадке. Он ее просто поздоровел, забрал. Они оттуда, ну, в общем, выгнали ее, она сюда пришла. У нее тоже нету, нету жительства у нее. И у него тоже нету, он тоже, так что. Игру не получают. А кто-то помогает вам? Какие-то, может быть, благотворительные организации? Нет, только Красный Крест. Красный Крест нам помогает. А чем помогает Красный Крест? Ну, вот эти продукты. Я хочу просто за эту женщину, чтобы кто-то ей помог. Она ничего не получает. Она вообще ничего не получает. У нее была группа какая-то, я не знаю, какая группа, я не могу сказать. А теперь она вообще, надо хоть куда-то ехать, чтобы она получала. Вот он живет на одной пенсии. А на одной пенсии вообще нельзя прожить. Они вдвоем, надо и кушать, и это. Вот таблетки, вот вызвался у него сейчас, Коварыч, она даже и таблетки купит. А таблетки все дорогие. Ой, нет, Най, я не знаю. Конечно, собрались, я помоги, но что-то не знаю, поможет, или не поможет. Ну, жалко, она была такая женщина, вообще симпатичная на лицо. А сейчас у нее вообще, талант, килограмм, может, и 70, там уже, она вообще похудала вообще. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. И вот здесь вы видите, что эти молодые люди живут в бомбе, почти 8 лет сейчас, потому что, что украинский государство has been doing to the civilian population here, бомбинг them on a daily basis sometimes. I mean, you heard, these elderly people are afraid to go to their homes, what little bit is left of their homes. We're going to continue on here to show you as much of the facts as we can here in Donetsk and the surrounding area in the territory of the Donetsk People's Republic. Like this video, share it across all social media. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support my work with the link in the description or on the screen.